МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гонка вооружений, которая развернулась в годы Холодной войны, шла не только на планете Земля, но и за ее пределами. Космос стал ареной, на которой началось строительство различных военных систем. Рассказ об этом в фильме «Оружие». За несколько десятилетий глобального военно-стратегического соперничества между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом в арсеналах этих сверхдержав были накоплены десятки тысяч ядерных боезарядов. Средства их доставки включали артиллерийские орудия, надводные корабли и субмарины, стратегические и тактические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты. В качестве носителей ядерного оружия рассматривались искусственные спутники Земли, а также космические аппараты многоразового использования. Естественно, кроме наступательных, разрабатывались и стратегические оборонительные средства. Они должны были, если не парировать, то хотя бы существенно ослабить удар противника. Важнейшее место среди них занимает система раннего предупреждения о ракетном нападении – СПРН. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки были единственными ядерными державами, которые создали такие системы. Более того, им придавалось первостепенное значение при стратегическом планировании. Создание системы предупреждения о ракетном нападении, системы СПРН, продиктовано было необходимостью защитить всю территорию страны от ракетно-космического нападения. Система СПРН входила в составную частью в систему ракетно-космической обороны наряду с системой противоракетной обороны и контролем космического пространства. Система СПРН начала создаваться первая. Система раннего предупреждения о ракетном нападении позволяет своевременно обнаружить ракетную атаку противника, оценить ее масштабы, возможный ущерб, привести в полную боевую готовность силы и средства противоракетной и противовоздушной обороны, нанести ответный ракетно-ядерный удар по противнику еще в тот момент, когда его ракеты находятся в полете, а также предпринять меры по защите гражданского населения и при дислокации воинских частей. В Советском Союзе к работе над созданием системы предупреждения о ракетном нападении приступили в начале 60-х годов. В специальных постановлениях ЦК КПСС были определены основные требования к структуре СПРН. Это ее эшелонированное построение, комплексное использование и автоматический сбор информации, а также централизация сбора и обработки данных, которые получены от средств обнаружения. Первым с инициативой создания системы раннего предупреждения в 1961 году выступил генеральный конструктор Объединенного конструкторского бюро номер 52 Владимир Челомей. Челомей Владимир Николаевич. Выдающийся конструктор ракетно-космической техники. Академик, дважды герой социалистического труда. Годы жизни 1914-1984. Под его руководством были разработаны несколько типов крылатых и межконтинентальных баллистических ракет. Ракеты-носители, в том числе протон, которые активно используются до сих пор, искусственные спутники Земли гражданского и военного назначения, орбитальные станции серии «Салют». Челомей предложил развернуть в космосе орбитальную группировку. В это время его ОКБ работало над двумя военно-космическими проектами. Системой ИС — истребитель спутников и комплексом УС — управляемый разведывательный спутник. В связи с тем, что развертывание наземных, воздушных и морских радаров около границ Соединенных Штатов Америки было невозможно, единственным выходом из положения стало размещение средств разведки в космосе. Инициатива Челомея была поддержана. И 30 декабря 1961 года вышло постановление правительства о создании космической системы предупреждения о массовом запуске баллистических ракет. Работу над аванпроектом системы, получившей обозначение УСК, конструкторское бюро Челомея завершило через год. Космическая группировка должна была состоять из 20 спутников, равномерно расположенных на одной орбите на высоте 3600 километров. Это позволило бы держать под круглосуточным наблюдением всю территорию США. Однако в 1964 году Челомея отстранили от руководства, а сам проект заморозили на неопределенный срок. Причина такого решения оказалась сугубо политической. Именно в это время лишился высших партийных и государственных должностей Никита Хрущев, который симпатизировал Челомею. Но работы над средствами космической разведки продолжались по другим направлениям. С 1955 года в научно-исследовательском институте радиотехники под руководством Александра Минца конструировалась новая радиолокационная станция «Днестр». Она была предназначена для обнаружения атакующих баллистических ракет и космических объектов противника. В июле 1962 года опытный образец прошел полигонные испытания. Вскоре было принято решение о развертывании четырех станций «Днестр» в районах Мурманска, Риги, Иркутска, а также у озера Балхаш. Объекты первой очереди системы контроля космического пространства заступили на боевое дежурство в 1971 году. Вскоре в той зоне космоса, где проходили траектории полетов космических аппаратов потенциального противника, был создан сплошной радиолокационный забор. Его протяженность составляла 4000 километров, а высота обнаружения космических объектов – 1500 километров. После ввода в строй в 1972 году модернизированных радиолокационных станций «Днестр-М» эти показатели были увеличены. Система была рассчитана на обнаружение баллистических ракет, которые запускались с территории США или из акватории Норвежского и Северного морей. Основной задачей системы на данном этапе было предоставление информации о ракетном нападении для системы противоракетной обороны А-35, которая разворачивалась вокруг Москвы. Система предупреждения о ракетном нападении СПРН первого поколения. Состав. Центр контроля космического пространства. Система связи и передачи информации. Четыре радиолокационных станции типа «Днестр» и «Днестр-М». Дальность обнаружения целей – 4-6 тысяч километров. Высота обнаружения – от 200 до 2500 километров. Возможности. До 4000 радиолокационных и оптических измерений в сутки одновременное сопровождение до 500 космических объектов. В соответствии с проектом системы предупреждения о ракетном нападении в нее должен был входить и космический эшелон. Он позволял значительно расширить возможности системы. В этом случае можно было обнаружить баллистические ракеты сразу после старта. Необходимость наличия крупной орбитальной группировки спутников-разведчиков хорошо осознавали и в Советском Союзе, и в США. Советская и американская научно-техническая мысль развивалась в одном направлении. Однако технологическое превосходство США позволило быстрее построить работоспособную систему. В 60-х годах прошлого столетия Соединенные Штаты Америки создали собственную СПРН. Наземный эшелон состоял из радиолокационных станций, расположенных на территории Великобритании, Гренландии и штата Аляска. Космический эшелон включал 6 спутников. В модифицированном виде эта система и сегодня обеспечивает обнаружение ракет, стартующих с любой точки поверхности Земли. После некоторого затишья, связанного с переменами на партийном и политическом Олимпе, в Советском Союзе возобновили работу по перспективным комплексам раннего обнаружения. Центральный научно-исследовательский институт Комета приступил к разработке средств космического эшелона. А в научно-исследовательском институте дальней радиосвязи начали конструировать станции загоризонтного обнаружения. Одновременно был расконсервирован космический проект Академика Челомея. Однако его передали в КБ имени Лавочкина. Здесь разработка спутниковой группировки сильно затянулась. Тому были серьезные причины, не только технического характера. Дело в том, что с течением времени задачи, поставленные перед конструкторами космического эшелона, неоднократно менялись. Пересматривалась вся идеология проекта. Вначале для обнаружения стартующих ракет предполагалось использовать инфракрасный телескоп на фоне земной поверхности. Однако из-за больших помех было решено расположить спутники на орбите так, чтобы они вели наблюдение на фоне космического пространства. В итоге возникла необходимость увеличить вдвое число спутников. В окончательном виде система должна была включать 9 аппаратов. Пока шли предварительные разработки, конструирование и испытания спутников-разведчиков, система раннего предупреждения была сдана в эксплуатацию без космического эшелона. Инженерам и ученым вновь, как и во многих других случаях, пришлось решать задачу невероятной сложности. Ведь точное построение траектории объекта, который летит в режиме радиомолчания, возможно лишь методами математического моделирования. Космический аппарат на низкой орбите облетает Землю за 55 минут. Из них в зоне видимости любого из наземных радиолокаторов он находится всего 10 минут. Этого явно недостаточно для того, чтобы одна станция провела безошибочный расчет траектории полета орбитального аппарата, искусственного спутника или головной части баллистической ракеты. Для точного вычисления требовалось построить несколько мощных радиолокационных пунктов, связанных между собой. 15 февраля 1971 года отдельная дивизия противоракетного наблюдения заступила на боевое дежурство. Ее задачей было раннее обнаружение и оповещение о запуске баллистических ракет противника. Система космической обороны первого поколения начала работу. Рассказ о ее дальнейшем совершенствовании в следующем фильме «Оружие». ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...